Здравствуйте дорогие друзья, мои подписчики, телезрители. Итак, канал Здорового питания. Рассказываю сегодня о картофеле по вашим просьбам. Итак, картофель известен более 10 тысяч лет. В Европу он попал на самом деле не так давно. Но сегодня мы не будем выяснять, где впервые появился картофель, кто его привез, откуда он вырос и так далее. Естественно, раньше его в пищу не принимали. И видели только, и сотворили только цветочки и так далее. Сегодня же мы больше будем говорить о приеме картофеля в пищу. Потому что мы живем в современном мире и будем разбирать только то, что реально нужно. Сегодня картофель принимают в пищу. Сегодня существует более 4 тысяч видов картофеля. Есть картофель специально выращивается для картофеля фри. То, что вы видите в Макдональдсе, любой человек согласится, будь то он вегетарианец, мясоед. Картошка всегда вкусна. Вот жареное, тушеное пюре, запеченное в мундире. Всем она нравится. Все в восторге от этого продукта. У него вкусовое качество есть. Он довольно-таки калорийный. Если, допустим, картошку запечь, отварить, ну там может быть 150-200 килокалорий. Если картошку жарить, там уже 700 до 700 килокалорий может доходить. Опять же, растительное масло жарено, оно немного канцерогенно. Тем более, когда люди используют повторное растительное масло, это не есть хорошо. То есть, он надо каждый раз сливать. Даже есть версия, что даже оливковое масло, когда жаришь на оливковом масле, оно тоже очень вредно. То есть, при температуре теряется, естественно, полезное вещество. Также картофель при переваривании, при пережаривании, варенье, тушении и так далее, запекании, все свойства теряются. Старайтесь есть полусырой картофель. Когда вы выбираете его, чтобы там не было много солонина, такое вещество токсичное, да, есть для организма человека. Так как, знаешь, зеленоватые такие клубни бывают, недоспелые, да, то есть, старайтесь такие клубни не использовать. Любые фрукты, овощи старайтесь брать спелыми. Многие производители, они срывают все зеленые, потому что доставка далека, бананы, там, картошка и так далее. Все овощи и корнеплоды, они должны быть спелые, естественно. Картофель используют во время именно внутреннего применения, используют внутреннее и наружное применение. То есть, в наружном применении, естественно, различные масочки, вот, особенно это актуально для женщин. Картофель применяется и при чистках различных организмов, шлаков, токсинов, хороший для зубов. Используются соки свежевыжатые из картофеля, да, смешиваются и с морковным соком, и со свекольным соком, и очистка печени происходит и так далее. Мы сегодня более детально будем на других вещах останавливаться. Итак, многие страны сегодня очень много потребляют картофеля, да, там, вот, в России, Белоруссии, Украине, например, да, там, традиционная пища. И нам нравится картофель, мы его используем во всех блюдах, везде, в любой столовой, как бы, да, в любом магазине всегда можно найти картофель. Это основное блюдо. Опять же говорю, нужно иметь золотую середину. Если человек ест каждый день мясо, картошку, это не есть хорошо. Человек больше будет вес набирать, больше у него заболеваний различных появляется. Потому что при термической обработке большинство витаминов, они разрушаются. В картофеле достаточно много различных витаминов. Самое основное – это витамин С, как бы, да, то есть, есть случай в истории, когда у людей была цинга, и вот только картофель спас. И так поняли, что вот в картошке есть витамин С. Конечно, его не такое количество, как там в лимоне, там, в киве, да, рекордсмены по витамину С. То есть, там его гораздо меньше, но все же человек, когда его использовал, он мог восстановить баланс этого витамина. Итак, что есть? Калия очень много. Все вы знаете, что это полезно для сердца. Но не забывайте никогда, когда вы что-то едите, а в каких-то фруктах, овощах, да, есть витамины и минералы. Но когда вы только одно и то же едите, и вы думаете, что это суперполезно, организм работает по принципу синергистов-антагонистов. Если что-то, чего-то большее, одно блокирует другое. То есть, нужно иметь всегда золотую середину. То есть, нужно есть и картошку, там, да, и фрукты, и овощи, там, да, кто-то еще животную пищу использует. Надо все, чтобы было в норме, в меру. Когда люди начинают есть все вподряд, или там чего-то большее, кто-то любит много молочки, например, да, там, мясо, образуются заболевания различного рода. Человек начинает ходить к врачам, врачи им таблетки назначают, операции делают, что-то вырезают и так далее. На самом деле, просто нужно изменить питание, баланс поменять. Этого больше есть, этого меньше есть и так далее. И тогда все восстанавливается. Опять же говорю, я всегда открыт. Если кто-то хочет проконсультироваться, пожалуйста, можете заказать консультацию. Сразу могу сказать, без картофеля можно жить. Вообще без проблем. Ну, я, например, картофель очень много лет не ел, проблем никаких нет у меня. Спокойно организм себя чувствует. Также в картофеле есть В6 витамин, В2 витамин, фосфор, бром, кобальт, цинк, марганец. И причем клетчатка, которая содержится в картофеле, она не агрессивна, она нейтральна. То есть, в принципе, организм вполне может ее использовать. Опять же напомню, что в кишечнике живут микроорганизмы, которые используют клетчатку. Такой некий симбиоз используют клетчатку, выделяют нужные нам компоненты, в том числе и витамины, ферменты, коферменты, которым нам не хватает. Если мы потребляем какое-то количество пищи разнообразной, и там имеется много витаминов, белков, то бактерии, естественно, перестают вырабатывать эти вещи. Когда мы переходим на какой-то другой тип питания, у нас недостаток, они могут вырабатывать. То есть, кишечник, он очень самостоятельный, у него свой мозг, своя центральная система, и он вполне может справляться с этой функцией. Тем более, у нас есть микроорганизмы, которые нам помогают. По поводу солонина, как бы, да, вот не ешьте, не покупайте картошку, где проращиваются, вот начинают клубники такие, да. Это накапливается солонин, когда они начинают прорастать. Опять же, зеленые, когда прорастают, это очень опасно. Многие люди, как бы, да, наши предки умудряли сохранить и картошку длительное время, и яблоки, и груши какие-то, и так далее. То есть, хранили все в погребах. Но, опять же, говорю, как только начинают прорастать, многие говорят, да, сейчас я очищу, порежу, и все будет нормально. Не есть хорошо, то есть, это яд, как бы, определенный, поэтому нужно быть более аккуратным. Нельзя хранить картофель в холодильниках, так как крахмал гидролизуется до сахаров. Будьте очень внимательны сегодня с картофелем. Много не ешьте его. Опять же, должна быть везде золотая середина. Картофель относится к группе посленок, то есть, это, как бы, помидоры, а вот сам картофель. Вот. Поэтому, надо быть очень аккуратным. Там тоже считается, что есть токсины, яды. Кто-то считает, что его сырым есть нельзя, переваривать его тоже нельзя, то есть, нужно находить золотую середину. Вот, сырой, там, в виде соков, для определенных целей, естественно, используется. О них я уже говорил выше. Жареный картофель – это, наверное, одна из самых вредных таких блюд, что я не рекомендую его использовать. Молодежь очень любит, особенно ходит в Макдональдсе, другие места быстрого питания. Это вкусно, это быстро, это дешево, как бы, да. То есть, производители, которые на нас зарабатывают большое количество денег, естественно, они это знают. Люди, которые особенно молодые, они не напрягаются. Да ладно, там, мне еще до старости далеко, там, а то я все подряд буду есть, курить, там, пивко попивать и есть все подряд. А потом, когда пищевая культура уже сформировалась, пища – это наркотик, не забывайте. И чтобы полностью отвыкнуть от этого наркотика, нужно стараться пищу более такую, знаете, есть ближе к природной пище. Вот растет – едим. Чем меньше специи добавляем, тем мы более свободны от этого всего. Чем больше мы гурманами становимся, да, пищевыми токсикоманами, то есть, вот это добавим, вот это, вот это, вот это. И получается, что вкус самого блюда мы не чувствуем. Мы чувствуем только различные приправы, добавки, соль, сахар, перец, там, и так далее. Уксус какой-то, масла различные. То есть, все это в сумме, как бы, да, создает некую пищевую зависимость. И нам просто формируется некий образ в голове, и потом от этого образа очень тяжело отвыкать. И это тоже имеет очень большое значение. Отчего может помогать сок картофеля? Он помогает при повышенном ашхворе, то есть, повышенной соляной кислоте в желудке. Он его может нейтрализовать, когда изжога различная бывает. Также при раках и трещинах необходимо делать примочки из сока клубни, картофель, диспепсии, когда есть у человека, да, так называемые. Вот об этом я уже говорил. Запорах, тошноте, изжоги, также при мигрении, головной боли. То есть, вот это все, натертый сырой овощ, помогает и сок делать, и при дерматитах он помогает, ожогах, воспалениях. То есть, нельзя сказать, что он очень либо полезен, либо очень вреден, да. То есть, такой нейтральный продукт, просто его нужно правильно сочетать. Допустим, я бы картофель с мясом никогда не смешивал, с бобовыми не смешивал, картофель с салатики, картофель, там, рыба, например, да, то есть, такие вещи, как бы, да, ближе к нейтральным вещам. Не пережаривал, не переваривал бы, да, там, и так далее. То есть, приготовил полусыру, съел, все, опять же, надо привыкать. Чуть-чуть посолили, вот, хотите соус какой-то сделать, делайте сами в блендере соус, не надо ничего магазинного покупать, потому что там куча всяких стабилизаторов, подсластителей, загустителей, изменителей цвета, вкуса, запаха и так далее. То есть, бесконечное количество, каждый день эти вещи прибавляются, скоро там вообще ничего полезного не останется. Вот, поэтому, картофель есть не стоит каждый день, естественно, максимум, там, кто имеет его в рационе питания, поставим 2-3 раза в неделю, достаточно. Старайтесь, чтобы ваш рацион питания был разнообразен, не только там, картошка, да, но и бобовые какие-то, кто-то переносит, кто-то не переносит. Старайтесь, когда вы приходите в магазин, более разнообразить свой рацион питания. Я тоже раньше не любил оливки, маслины, вот, потом какое-то время, когда я пожил, вот, в Греции, да, на Кипре, мне более нравится стало. Хотя и лимон я даже не использовал, они же там все лимоном поливают. Вот, поэтому, дело привычки, дело привычки, понимание, зачем вы это все делаете. Кто-то скажет, да нафиг ты мне его слушать, я там кайфую, мясо, пивко там, вот, и все нормально, и картошечки побольше. А потом, конечно же, и вес растет, и желудок увеличивается, вот, а со временем очень тяжело от этого отвыкнуть. То есть нужно, чтобы везде был баланс. Вот, опять же, скажу, что еще есть крахмал, вот, в картошке. И в большом количестве это не есть хорошо. Картофель нельзя, так же, еще сочетать с жирной пищей. То есть тоже плохо все переваривается. Если картошку применять, вот, как я сказал, умеренно, то никаких проблем и заболеваний она не возникает, не вызывает. Вот, поэтому нужно всегда понимать, да, что перед вами, как вы хотите эту пищу использовать. Картофель практически сегодня как наш национальный продукт получается, особенно у белорусов, как бы, да, у русских и так далее. То есть это, в принципе, довольно-таки дешевый продукт, его, в принципе, легко собирать, хранить. И круглый год его можно купить в магазине. Когда человек на все единии находится, он вполне может его использовать. Когда человек на вегетарианстве, на веганстве тоже, в принципе, ну, на вегетарианстве, да, может тоже его использовать, но, опять же, в более умеренных количествах. На сыроедении, только если сырой его пить, вот, определенных целей, но, опять же, говорю, уже картофель нет смысла использовать. Вот, все-таки сырой, он для определенных целей, только больше не наружного применения при каких-то определенных заболеваниях, о которых я говорил выше. Когда человек уже истончает свое питание, в принципе, он уже не нужен, достаточно фруктов. Вот, все, что пахнет, растет на деревьях, это вообще самая приемлемая еда, как бы, там, большое количество витаминов, не забывайте об этом. Потому что, все-таки, картофель, ну, знаете, больше для вкуса, как бы, да, и для определенных узких целей, чтобы вы понимали. И при переваривании, при большой термической обработке, там почти ничего не осталось, просто вкус. А при смешивании с молоком, ну, это просто клейстер какой-то, яд вообще получается. И переваренный картофель тоже клейстер. В принципе, вот, некоторые даже веганы рассказывают, что обои им хорошо клеить даже. В клей превращается. Поэтому, опять же, говорю, надо полусырой есть и привыкать к этому. Итак, заканчиваю это видео. Всего самого доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Увидимся на новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok